я никогда не пишу сценарий я не думаю о чем я буду снимать видео я просто включаю камеру и снимаю алания моими глазами реальная алания жизнь в турции видео каждый день приятного просмотра алания друзья 14 день выборов посмотрите обязательно видео одно уже вышло я пришел это место мы в районе маркис маркус фото и справа пляж сейчас вот эти кораблики был приближать я не пойму что происходит почему так много вот этих странных кораблей они то ли рыбацкие то ли какие-то видите все с такими вот штуками интересно их тут штук восемь я никогда такого не видел еще и так кто знает напишите метет эта штука для чего но вот этот вот кран не кран как его и у каждого лодка вот и проколанная до задней части не все одинаково это дыша что они тут делают непонятно почему такого никогда неба интересно здесь сейчас кстати градуса 24 не больше потому что солнца нет она скрылась за какой-то тучи я не знаю туча в облако что на солнце конечно сегодня был очень жаркий день я ходил в магазин пару часов назад просто жара было нереально тут он плавает буквально несколько человек насчет выбора обстановки сегодня все рассказал первой части и насчет таких блогеров а позвать но нельзя который вас вчера там пугали запугивали кто-то из вас может сегодня даже сидит в отеле не выходит из-за таких горя блогеров все в первой части послушайте есть люди на маячке кстати я пойду на сторону маячка не знаю снимаю это уже под монтаж будет эта часть у нас зумчиком уже достал что-то еще может быть и на экшен поснимаю без монтажа может быть прогулку по набережной порту но чем интересные корабли узнаем что это есть люди здесь во всех ресторанчика пляжных на лежаках нет потому что солнышко ушло днем наверно было здесь я думаю много людей по-любому такое море вода я думаю 22 наверно там вот две девушки сейчас попробую приблизить вам показать далеко плавают идем на пляжке и кубата там вижу несколько купающихся тоже немного на пляжике кубата сезон так и не начался лежаки они так и не достали я не знаю не выставили не знаю когда они будут выставлять лежаки потому что уже как бы май уже все-таки среди на мая не желание все рыбацкие почему тогда все в одном месте но дело в том что даже на стоянке порта нашего их не было таких кораблей незаметно их видно если был он буквально один может был сейчас вот интересно что это значит что они все здесь и мы почему почему зачем то не делаю где-то каких-то ресторанчиков пляжных больше людей каких-то меньше мне кажется все пляжики выставили уже было бы было бы больше людей на пляжике кубата детство мое летающая тарелка тут местные купаются блин как они далеко заплыли смотрите и две девушки причем это они на моих расстояниях плавают примерно но я еще дальше могу там просто дело в том что как бы плавать нельзя далеко здесь потому что здесь идет корабли вот тут проходят тут запрещено плавать вот там где они кстати это опасно нельзя больше людей турецких я встречаю только вот с тарелочкой люди иностранцы вот на фоне маяка люди стоят далеко от берега тоже они стоят на ногах то есть там неглубоко даже здесь спокойно вы даже заснете если ребенок маленький с ним тут ничего не случится потому что тут мелко на самом деле мелко ну и помимо того что здесь самое мелкое место здесь также самое теплое место вода здесь максимально теплая вот именно здесь бывает еще прозрачный сейчас ее чистое все равно не могу назвать ну она чистая да но она не совсем прозрачная да она прозрачная но она не совсем прозрачная бывает еще чищи внутри идет как раз это башенки на кидал но не видел в этом сезоне еще не видел запечатлели респект создателя людей почему-то сосян наверно потому что 6 часов почти время поэтому наверно людей здесь сейчас мало в принципе можно воду померять вода чистая не люблю когда вода грязная сейчас вода чистая в принципе можно померять сейчас я подумаю друзья в принципе ноги я тут помыть смогу сейчас померяем водичку здесь она самая теплая максимально теплая песок здесь мне уже перехотелось заходить она была идеально прозрачная тут песок я термометр просто я-то ноги помою термометр не хочется запесочивать потому что сложно это все вытрусить сейчас слепой где-то идеально прям чистое как я люблю без песка может быть по мере в возле крепости но там я ноги не помою там нет кранов там вода точно прозрачная там бы я сейчас померял с удовольствием там потом надо ну сейчас посмотрим дойду туда может быть померяем возле крепости там красиво будет вот они опять же смотрите они поплыли туда где плавать нельзя там рейд идет пароходы пароходы теплоходы там ходят они там плавают реально не могу вам приблизить я их вижу видно вам может сейчас видоискатели их не вижу то есть они явно сейчас нарушили место где нельзя далеко здесь плавать потому что корабли выходят вот оттуда вот сейчас тут песок больше тут она как бы чистая но иногда песок поднимается я начинаю такую вот баламутную ее делать иногда песок нормальный не влияет никак на прозрачность воды по чуть-чуть местно здесь так в общем людей мало конечно Тихон у нас тут Петрова знаете звезда канала Тихон ты звезда? нет? ты купался? нет чего? это похоже на костер первобытного человека вот так вот они тоже раскладывали камни а потом камень об камень терли и разжигался огонь кс-кс-кс смотрите пиратик друзья кс-кс-кс-кс пират а ну покажи прыжок пират вообще же они все прибегут не только пират пират кто перепрыгнет кто будет первый кс-кс-кс пацан тебя я видел? да видел ну-ка давай прыжок давай будешь первым кс-кс-кс давай опа красавец пиратик а ты так сможешь? кс-кс-кс-кс пиратик тебя не часто стал видеть что редко ты появляешься ты так прыгнешь или нет? давай сюда кс-кс-кс ну я к ним пришел стою в холодной воде чтобы дать им поесть нормально? пиратик а вы не голодные что ли? ух ты пацан классно прыгаешь а че ты? ты поел? нет не поел а тихо ну костры пали привет 18.52 время ну да есть иностранцы но мне кажется это люди живущие здесь а вот именно отельных туристов я не вижу но в принципе еще одно разумное объяснение что сейчас ужин начинается может поэтому очень много людей местных много детишек на этой площадке все кот наш голодный который всегда лежит балдеет привет привет да сейчас даю даю солнышко не было минут сорок уже наверное его обожаю вот это вот искусство на этом кораблике какой они вообще да с солнышком сразу веселее цвета и краски и потеплее там он мерял сейчас тихо температуру воды так реально ну такой был свежий такой ветер прям сейчас вот когда солнышко сразу стало двадцать шесть двадцать шесть было где-то двадцать четыре то по кальмарам по кальмарам очень много вот этих а вот они еще и в порту стоят эти корабли вон они не знаю откуда они что это все значит почему их так много то есть еще есть тут куча да рыбацкие они наверно а то какая-то лебедка вот тут типа крана я не знаю что тут для какой-то погрузки выгрузки ух ты какой прикольный тут этот центр управления полетом смотрите сверху класс кто-то рыбак кто-то просто сидит здесь смотрит на маячок на море так а я пойду к маячку схожу сейчас пройдемся по набережной не знаю или достать экшен поснимать без пауз монтажа или походить спокойно фрагментиков достаточно потом намонтировать чуть-чуть сейчас пандочку увидим очень много местных пикнички у них прямо на газончиках люди сидят отдыхают ну раз наверное как бы надеются что победит их любимые кандидаты и радуются с 5 часов сегодня а собственно уже какие-то тоже наверное есть типа соцопросов еще что-то и данные будут поступать мы сейчас придем через час полтора калибабе и будем следить за тем что будет происходить алибаба мне будет все рассказывать короче как хорошо солнышком а там сейчас без солнышка у красной башни будет уже опять полпрохладнее иду уже с зумчиком которая не очень по качеству похуже чем та и немножко ее шатает тут нет стабилизации зато можно делать вот так вот смотрите и это круто и опять же вот можно рассмотреть эти кораблики эти лодки наверное рыбацкие они да рыбацкие привет покатался в этой акуле о корабль на котором мы ходили в море Ромка впервые за 4 года вышел в море в Алань именно на этом корабле Саша и Кате спасибо ребят Кате день рождения мы на этом кораблике выходили в море видео на канале от этого не помню с дельфинами и кальмаром котик тут главный на этом корабле на столчике сидит записывает на прогулке мы платили по 200 лир за человека это час 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 катания ну до Дамлаташска чуть не доехали мало час мало сразу могу сказать хочется дальше проплыть туда до Улаш пляжа 4 часа вроде как много где-то 2 с половиной наверное было бы в самый раз только без пьяных туристов без пьяных дискотек и так далее поэтому маленькие кораблики выбирайте кто не любит шумы это все о чем я сказал поэтому мы на маленьком поплыли смотрю новые корабли реально вот этого не помню дракона зеленого вроде бы но это уже как к пиратским относятся тоже большой новый да ну иду нежно чтобы поменьше вас шатать друзья кому-то интересно видите они даже они наверное знают али у них выходной сегодня сейчас выбрали или они знают что туристы на ужине поэтому не не сидят сейчас здесь давайте еще приблизим этот корабль кстати все находится вот тот мамулей который я вчера показывал я нашел о нем информацию повесил в комментарии его водоизмещение как там правильно называется тоннаж и все-все-все о нем год вот крипийский год постройки и так далее в принципе можно вот тут вроде бы название написано можно будет я его не вижу но мы сейчас видим о утрогин какой-то по-моему можно будет поискать тоже информацию о нем и узнать что за кораблем закатик сейчас начнется уже работает на плане иду пройдусь к маячку сейчас покормлю и пойдем потом калибабе и будем следить за итогами выбора ну вам так разик-два включусь что-нибудь интересное покажем расскажем как подсчет голосов я думаю что до полуночи уже будет почти все известно наверное будет ли второй тур или полуночка стоит в машине вот когда пандочка не стрижен никто не видел он примерно вот так выглядит в этом году урана подстригли зима была жаркая вот таким он почти не было в прошлом году был таким и позапрошлым все солнышко ушло сразу похолодало похолодало и все и и и и и и и и и так и предмет оно что mall лучше Хозяин отошел. Водя не вижу вокруг. Так, идем. Ну, я подойду сейчас к Красной Башне, да. Все, Тихон воду померял, я до сих пор не встретил, я померял бы сам там. Сейчас на это я попросил, зайди, хоть он купаться-то не хотел, но хоть чуть зашел, чтобы не на самом берегу. Вода оказалась аж 24, но это здесь, друзья, на Клеопатрии она не будет 24, это я сразу могу сказать. 23, около 23, наверное, на Клеопатрии в других местах. Ну и сейчас опять же надо, чтобы сохранилось это все, надо, чтобы были теплые дни у нас. И ночи в том числе, потому что если опять будет вдруг температура воздуха ниже, хотя вряд ли она уже ниже будет. Так, вон они все эти кораблики, смотрите, ну часть из них тоже можно по названиям их все понаходить, в принципе. Ну, если столько рыбацких пришло ловить рыбу прямо возле берега Валаньи у нас, значит, это, наверное, говорит о том, что, возможно, рыба пришла в Валаньи. Ну, почему так, что их никогда здесь не было, а сейчас они появились, получается. Неужели они меня уже выучили? Мне не предстоит. Ох, как он высокий. Он первый год плавает в Валаньи. Напишите, вдруг кто-то был в других провинциях, на других морях, Турции. Где-то вы его, может, видели, напишите, где это было, потому что здесь его не было. Он у нас первый сезон приехал к нам. Эти были. Кутик балдеет, там лежит на пиратской карте. Вот эту черепушку тоже не помню. Не помню. Да, это мрак, конечно, все вот эти вот тематика, это, я имею в виду, это, конечно, жесть. Опять Варламова вспоминаю. Посмотрите, кто не видел видео Варламова про Аланию. Там очень-очень конструктивная критика и критикуется то, на что мы уже не обращаем внимания, хотя оно очевидно, явно. Он, в принципе, ну, он правильно все там сказал. Я там согласен на 90%, наверное, со всем. Многие вещи, которые должны казаться смешными, они нам таковыми не кажутся, потому что мы к ним привыкли. Русская, давайте водопадик на фоне пальмы. А так вот вам покажу водопадик. Ну, видите, в принципе. Ну, да, есть, есть, есть даже люди с браслетами попадаются сейчас. Ну, в общем, немного. Там он тоже викинг какой-то. Ух ты, я сейчас вспомнил. Украина. Кто меня? Короче, где-то, где-то. А какая же это область? То ли Донецкая, то ли Запорожская, то ли по пути в Крым, то ли по пути... Был родник питьевой. Голова вот такая вот султана. Вот этого, вот как здесь. И из него прям текла вода, и я помню, что набирали, и пили, и набирали ее с собой. Что-то у меня в голове крутится, Запорожская область. Ну, может, нет, может... То ли по пути в Крым, хотя нет, не по пути в Крым. Где это было? Напишите, вдруг кто-то помнит. Мне просто интересно. Вот такого типа, викинг или как его назвать, каменный он, и из него текла вода родниковая. Это было еще, друзья, наверное, когда мне было лет 10, наверное, то есть очень давно. Мы возле кафешечки, наша любимая. Здесь он паровозик сейчас будет стартовать, кстати. Людей довольно много. В основном турецкие 90% тех, кто здесь сейчас сидит. Паровозик тоже с турецкими людьми. Там в основном, кстати, много очень свободных мест. Почти весь второй ярус почти свободен. То есть второй ярус, боже мой, мороз. Второй паровозик, блин, 7 часов старт. Рыбкой пахнет. Они ехали машины, вот эти малыши выглядывали из люка машины, и папа их остановился. Сейчас они поедут кататься, он их будет ждать, их потом привезут сюда назад тоже. Прям ехали, увидели паровозик, попросились, и папа молодец, сразу покупает тур паровозиком. Так, лавочки Ромкины свободные. Свободные Ромкины лавочки, мотоциклики, дельфинчиков. Обожаю эмблемку эту, дельфинчиков. Дельфинчик в шлеме. Так, мое любимое место. Ой, красота какая, друзья. Сейчас с той стороны будем смотреть на эти лавочки оттуда, вот оттуда. Сейчас пройдем те кораблища там, увидим поближе, кстати, пока не потемнело еще. Класс. Сейчас, вот в эти минутки. А, еще 7 часов, еще нет, еще до заката. Закат-то у нас где-то без 28, так что еще не закат, в принципе. Еще солнышко должно светить, но его просто нету здесь уже, потому что здесь он уходит. Хотя сейчас и на Клеопатре его нет, я чувствую. Может, какие-то у нас тучки, все-таки непонятно. Сейчас время посмотрим, мне кажется, больше. Да, 7.15. Это паровозик просто пустой, поэтому всем не уехал. Уже 7.15. Смотрите, какая красота. Какая красота, друзья. Согласитесь. Называется, не знаю, если напишите, то не обещаю, что выучу, потому что на эти названия не держатся. В моей башке. Котик с надкой больной надо по карту. Ред Тауэр. У нас же Красная Башня. Туриста, пару человек, наверное, тут и местных немного сейчас. Это не пылесосик, я пылесосика, честно, его точно не знаю, не запомнил. Я его, наверное, от первого всего он. Это сейчас, Дима. По-моему, он. Если мне сейчас инфиду на заказ, на смысле совпадение. Нет, я не верю в совпадение. Если сейчас запоют инфиды, я буду счастлив. Вчера такая куплетик. Вчера здесь было, позавчера. Можно поприближать что-нибудь, пока не темно. Рыба, он плавает в воде, кстати. Вон там, вон, да нет, это избушка. Отлично, сейчас избушку на курьих ножках вам покажу. Валерия туда ходила, смотрела. Смотрите. Сейчас я поймаю. Избушка-избушка, повернись к морю передом. Крепости задом. Офигеть, да? Крепости задом. Крепость задом. У вас какой красивый парень, вообще обалдеть просто. Субтитры сделал DimaTorzok